Цивилизации живут неограниченно долго. И вообще в мире существовало, это, повторяю, моя точка зрения, вы можете с ней соглашаться или не соглашаться, существовало и существуют следующие цивилизации. Во-первых, европейская цивилизация, я не в кронологическом моменте перечисляю, просто с запада на восток. Ближневосточная цивилизация. Или, как теперь называют, «Исламский мир», там и так далее. Цивилизации Южной Азии, Индии и прилегающие страны. Дальневосточная цивилизация. Китай, Япония, Индокитай. Все эти цивилизации, да, и еще есть одна цивилизация, так сказать, недостигшая высот своих, это цивилизация доколумбовой Америки. Но она была насильственно уничтожена, поэтому тут говорить не о чем. Она была насильственно уничтожена колонизаторами. Хотя потомки ее живут там до сих пор. Каждая из этих цивилизаций возникла вокруг одного-двух первоначальных центров. Ну, например, ближневосточная цивилизация возникла вокруг месопотамской культуры и культуры египетской. Что это цивилизации, что это однотипные культуры, я постараюсь вам объяснить на следующей эмоции, пока поверьте мне нас. Вот это и есть цивилизации, которые всегда существовали, только они занимали разные территории и всегда не существуют до сих пор. Есть еще несколько важных замечаний, которые я хотел бы сделать. По мере своего распространения такие цивилизации, они норовят распространяться, они вступают в контакт друг с другом, неизбежно. Ну, по-разному, на разных стадиях своего развития. В связи с этим можно разделить все культуры, существующие и существовавшие на свете, на два типа еще, помимо цивилизационных. Есть культуры интровертные, то есть культуры, обращенные внутрь себя, и культуры экстравертные, культуры, обращенные наружу. Вот интровертными культурами являются культуры Дальнего Востока и египетская культура. Это не генетически обусловлено, конечно, опять же, как и все у людей. У людей вообще генетически обусловлено очень мало что. Человек очень такое гибкое существо. Это объясняется тем, что вот эти культуры на первых порах не имели по соседству с собой столь же культурно значимых соседей. Вокруг Китая долгое время жили одни варвары, полудикие, тут не полудикие, а совсем дикие еще, полуживотные, как китайцы их считали. И вокруг Египта тоже. Вот они и стали интровертными. Знаете, иногда полезно задавать себе такие детские вопросы. Например, почему китайцы не открыли Америку? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? А ведь им проще было это сделать, чем Колумбу. Им не надо было переплывать океан. Можно было вдоль берега проплыть в Америку, да? Представляете себе карту? Вдоль берега Азии, потом этот Берингов пролив, там всего 20 километров, и вы в Америку. Всего и дело. И корабли у них были куда получше, Колумбу. А почему? Почему египтяне не плавали по Средиземному морю? Они ведь в море жили. То есть они плавали, но недалеко. В Сирии только. За Кедрами. А вот на запад, там куда-нибудь, туда, по Сибову. Тем более там в Черное море. Нет. Почему? Им это было неинтересно. Они были интровертные. Им не надо этого было просто-напросто. Вот и не плавали. Вот такие еще есть культуры. Потом, конечно, все это... И вот когда эти культуры стали соприкасаться, то в местах соприкосновения их образовались очень интересные явления. В результате взаимодействия вот этих цивилизаций. Например, такое грандиозное историческое явление, как эллинизм. Ну вот, надеюсь, все школы помните, что это такое, да? Или вот это самое Махаяна, Махаянический буддизм. Это тоже результат соприкосновения южноазиатской цивилизации с Дальней Восточной. Христианство. Это тоже результат соприкосновения европейской цивилизации с Ближневосточной. Цивилизация. В основе христианства лежит текст, созданный на Ближнем Востоке Библии. Но в дальнейшем расцвете христианского учения очень важную роль сыграли античные и позднеантичные и эллинистические философы. Греческие. В первую очередь. И первые отцы церкви писали по-латыни и по-гречески. Отцы христианской церкви. Да и Новый Завет написан по-гречески, то есть на языке не Ближневосточном, принесенном туда греками. Так что такие соприкосновения бывают очень плодотворны. А иногда и не очень плодотворны. Вот, например, с этой точки зрения мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на нашу с вами собственную страну. Она как раз лежит на стыке двух цивилизаций. На стыке европейской цивилизации и цивилизации ближневосточной. Ближневосточной тоже. И поэтому вопрос о том, что мы такое, должен решаться вот исходя из этого. Я это лично полагаю, что наш выбор, конечно, должен быть в пользу Европы. Но есть и противники этой точки зрения. Но выбор к нам придется. Делать выбор придется. Потому что другого просто нет выбора. Хотя многие у нас, наши профессиональные патриоты, любят говорить о том, что мы самостоятельная цивилизация. И у нас свой путь не бывает своего пути. Пути есть только вот определенные этими цивилизациями. Никакого своего пути не будет. И нам надо выбирать из этих двух. Либо мы станем мусульманами, либо мы останемся европейцами. У нас другого выхода не будет. И нам надо выбирать из этих вещества. Продолжение следует...